Сегодня в Бийске, в школе номер 9 имени Героя России Сергея Медведева, была открыта первая парта героя. Парта героя – это патриотический проект партии «Единая Россия». На ученической партии размещают информацию о заслуженном человеке, герои, который имеет непосредственно отношение к школе и является героем нашего времени. Благодаря этому ученики могут прочесть биографию человека, рассмотреть фото, изучить его жизненный путь. И такая парта открылась в классе-музее, посвященном десантнику Сергею Медведеву и его посмертному подвигу, когда он в 2000 году ценой своей жизни прикрыл товарищей от боевиков. Сегодня в 9-й школе знаковое событие. В канун Дня защитника Отечества мы открываем в городе Бийске впервые. Именно первая, это 9-я школа. Важно показать, что герои – это не какие-то небожители, это такие же мальчишки, которые учились в школе, которые сидели за этими же партами, которые ходили по этим коридорам, которые жили на Петрорайоне. Но в момент, когда это важно, когда это нужно, они встают на защиту Отечества. На торжественном мероприятии, кроме депутата АКЗ Статьяны Ильиченко, присутствовали депутаты Гордумы Людмила Бузунова и Алексей Круглов, заместитель главы города Антонина Мелехова. Людмила Бузунова, оказывается, прекрасно помнит Сергея Медведева, так как была его врачом. Учился в этой школе, я была у него участковым врачом. Да, мальчишка сильный, мальчишка, мальчишка, я не хочу сказать, что он очень часто болел, он не болел часто, но судьба сказала, что я очень знала хорошо бы семью, была бы в семье, просто был замечательный, обыкновенный мальчишка. Мне кажется, действительно, вот с таких замечательных, обыкновенных рождаются вот такие герои. За партой, посвященной Герою России, смогут сидеть только отличники и дети с активной жизненной позицией, которые прославляют свою школу и город на различных уровнях. Я надеюсь, и в дальнейшем активно участвовать в общественной жизни школы, города и края. Думается, что открытие парты Героя в школе номер 9 это лишь первая ласточка, и другие образовательные учреждения Бийска подхватят этот проект. Ведь память о героях, живших в нашем городе, учившихся в наших школах любви к родине, должна всегда оставаться в наших сердцах. Павел Сидоренко, специально для интернет-канала Наш Бийск на ладони.